Вперёд, не залазьте! Доброе утро, Юля! Доброе утро, Юля! Ты колокол слышал где-то? До того места ты где обратно, я где слышал. И вон ты, обратно, сюда, вернись назад. Назад вернись, ты шёл шагом. Ты с этого места должен сорвать, как пуля летит, где колокол был. И сись тут, я, кнопку, туда и обратно. Вот так, сюда вылезал, походи на себя. Видите, он настоит. Стоит в строй. Боже, слава тебе! Прости нас, Владимир, и помилуй. Ты прибудешь с нами. Если в чём погрешил народ твой, ты прости меня, что у сердца наше не было зависти, обиды, злобы. Имя Твоё Святое да будет прославлено в жизни нашей. Хвала тебе, отец Твоё Святое. С вами. Так, Тарасия, выйди сюда. Сегодня поступила жалоба на Тарасию. Он забирается. А в чём покажи? Да вот подбегает, там, прыгает, когда работает, отвлекает, куражки снимает, там, вроде так было? Да. Я говорю, у него много энергии, а вы давно проситесь побороться. Ну и пошли там, где мягкий, как один, только клевер. Ну и поборолись. Кто был победителем, и выйдите сюда. Ты можешь встать на место с этой побеждённой. Кто победил? Явно, что победитель был. Так. Арсений, ты же кого-то побеждал. Я проиграл. Один-то раз. Ну, в общем, так. А не только, Тимофей. Вот так. Посмотрите. Вот только победители не должны думать, что эти люди хуже вас. Это всё дело случая. И эта победа, она никак не влияет на нравственное состояние. Ясное дело, что вот Ливия говорит, Я хочу побороться с Леонидой. Ну, тебе сколько лет? Тринадцать? Тринадцать? Денадцать. 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 А Леониди сколько? Одинадцать. Ну, родная, двоя сестра. Она по конкретски меньше. Тут-то удивляться не приходится. А вот вы в равной весовой категории. Ну, эмоции маленько сбросили. Если вам нужно кричать сильно, мы сегодня уйдём в другое место, и там будете кричать. Я буду учить вас по разным голосам. Как волки воют, как осёл кричит. О-о-о-о. Вот будете. А волка, куда? О-о-о-о. О-о-о. Я уже знаю, кто не воздерживает. Кирилл, ты один из самых не воздерживает. Мужчина должен быть молчаливым, знающим, сильным, выдержанным, смотрящим вперёд. Если этих качеств у тебя нет, то женщина будет руководить в доме. Женщина руководить в доме, это означает, пирамида опрокинутая. А по-другому нельзя. Мужчина потерял власть учить. Златоуст говорит, что она занимает законную кафедру. И тогда пирамида становится на место, но только уже и нет, достается женской половине. Вы это всё учитываете. Мы здесь всё абсолютно это проходим на основании Слова Божия. Слаточки. К побеждённым относительно снисходительным. И милость к падшим призывал, как Пушкин говорил. Всё. Так, минутку, минутку, подождите. У нас ещё раз случай был. Чей, поставьте всё на место. Так, выйди сюда. Вот этот отрок уклоняется от общих. Когда что-то делается, он отдельно копается. Может, склад у него такой, я не знаю. Общения с взрослыми у него нет. Он не приучит. Я примерно знаю, семейное положение. Но вчера я его всё-таки сказал, иди пости вместе с ними. И там где-то переходили они. Кто рядом был с ним, когда он потерял ботинок? Иди сюда. Есть. Мясо тоже. Так, кто видел, как случилось это вещество? Нет. Ботинок особый, какая-то ортопедическая обувь, какая-то подошва. Не надо рот так делать, никогда. Вот так вот заворачивать рот, я знаю, что. Губами. Не делайте этого. Может, мускул просто остановиться на этом, и всё время такой косород и будешь. Ты будешь плакать, тушить туда. Что случилось? Я вам сказал, иди. Какая-то обувь, у него просто стопие. Сколько подошвы-то стоит? Это... Один раз купали, за 5 тысячи три раза. Попушали за 5 тысячи. Может, это не правда 5 тысяч стоит? Почему? Правда. Да за 5 тысячи можно шубу купить. Ну ладно, дело в том, что она ему нужна. И оттуда вдруг приходит, под ним. Возит. Сокси-то у нас как. Эти калишки у него длинные, нужно за ними особо следить постирать, если длинные, обрезать или завернуть подшить. Вам понятно? Старка. Это обязанность за всех ваших инфекций. Что случилось? Мы... Мы... Я с тестором хотели срезать чтобы побыстрее добраться, до ребят, мы переходили через лод. Мы ему сказали насыпать на... когда приходишь на лод, насыпать на почву. Мы с тесторкой легко перебрались, а он стал плакать, искать другой проход. Он говорил, другого прохода нет, это самый короткий проход. Почему бросился дальше по частям? Ну, я потом вернулся, а он... Потом вернулся. А когда мы ходили за солодкой, почему я не бросил никого? Лопаты положил, вы по черешкам идёте. Я до одного всех, и тётю, бабу, Любу, всех перевёл. И только тогда пошёл и обратно так же всех перевели. И несчастья не было. Никакого. Там тоже было топкое место. Все прошли совершенно нормально. Дальше что получилось? Дальше он пошёл, он пошёл не по колькам, а по воде, и у него завят ботинки. Человек-то кто? Ваня. Ты? Я за этого не знал. Теперь он пришёл, за ним ботинки. Что делать? У меня в одежде на полной склад там был опыт, я говорю, ты пойдёшь, выделишь по размеру, но уже где-то 30 дней. Идут, идут, я до того обрадовался, и завтра ты даже до обеда не работаешь. Полный день тебе свобода. А он говорит, так я и виноват, что потерялся, отменяется и то, и другое, оно другим гасится. Но не гасится. Это я сказал так, все торопято. Есть такая книга, 93-й год, роман, и там говорится, как один по каталогу революции, уже были они в каком паркасе, на шпуне, и закреплённые были пушки. В тогдашние времена, это времена парижской коммуны. И пушка одна сорвалась, плохо закреплённая. И она при качке ломала другие, била, и один матрос сумел подложить под неё что-то и закрепил её. И когда они всё это, больше воспитывали, они хотели выстрелиться на берег, совершить там переворот. А теперь пушек-то нет, у них не получилось ничего, из одного человека не спершилось операции. Он его наградил матроса, который закрепил. А другие говорят, а он её и не закрепил. Она и разломала пушки, да он ему дал награду за то, что он запущек там. Тогда он видел честнолет, за то, что это закрепил, и его тебя расстрелял. С орденом, и его закрепил. Это, когда его отец нападёт одного командира, один матрос, один везёт, и он доверенный матрос. И матрос говорит, я родной брат того, кого ты убил. Понимаете, это такая трагедия, но надо понимать, кто пишет, Виктор Югор. Советую прочитать, 93-й год, так называется. Я вчера припомнил внезапно это. Ты виноват, и ты же нашёл. Но то, что ты нашёл, у меня такая радость была, я всё зашёл. Что ты виноват, виноват. Никогда вставай, не надо, никогда врастать, не надо. Он маленький, а надо было до конца перетащиться, себя посадить, на закорке, тащить. Всё было бы на месте. Некоторые пошли, вернулись, бастиком были. Мы всё лето бастиком посли. Вот мы видим, кучу не бегает, но уже в низко посли. Бывает с градом, а нам в мокрой одежде ходить не хотелось. Мы раздевались наголо, одежду сворачивали, под себя ложили, а град и дождь, по голове, сзади столбит нам. А когда дождь пройдёт, мы сухой оденемся. А как по-другому поступить? Мы спасали своей шкурой. Понятно? Посмотрите, как вот эти билеты будут работать. Пороли. Пороли все до одного. Так, вчера, в этой событии, я буду ещё раз уроком. Ни на шаг, от взрослых не отставать. Ты пострадал из-за того, что неправильно вёл себя. Пошёл в другой дороге. И какая другая тебе дорога, когда перешли? Ты бы стоял на месте, перетащите меня, братья. Надо уметь просить. Ты понял, что происходит? Так и делай на будущее. Всё. Где нужно нахладать, нету, все счастливы. До стол.